Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok Матгалон Вышибатель Кинокомпания не так добко представляет. Мега важные обновления, или отцыганивания, эмки и улучшения бурки. Это что получается? Чтобы получить лучшую эмку, надо опять крутить коробочки. Это лохотрон какой-то. Ты так не считаешь, Ракутагин? Да кто тебе сказал, капитан очевидность, что вообще что-то надо крутить? Ты сразу прям в панику подался. Все, мы все умрем, конштантки золотой эмки. Подумай лучше хорошенько, а потом уже делай какие-то выводы. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин и наш вечный друг. Невероятный аналитик, капитан очевидность. Тихо. Спокойно, брату, спокойно. Это просто дружеский юмор. Итак, друзья, пришло время обсудить хорошенечко озалачивание, отцыганивание М4А1 кастом и улучшение калашников МР-155 ультима. И начнем мы, конечно же, с эмочки. Обратите внимание, друзья, ТТХ претерпели некоторые изменения. Но на самом деле, не стоит прямо так думать, что Кэп вот эту бучу поднял, что оно так и есть. Каких-то колоссальных бонусов эмка не получила. Да, 10 темпа стрельбы, это в какой-то степени таки важно. Но, будем честны, не мега существенно. А три дополнительных патрона в магазине таки приятно. Но опять же, погоды вряд ли сделают. Внешний вид красивик, тут вообще ничего не скажешь. Красивенько, моделька, какие-то узорчики туда-сюда. В общем, не слишком, скажем, изысканно, но это может быть и плюс. Со вкусом. Однако эмочка золотая имеет ту же болезнь, что и эмочка обычная. Полное отсутствие описания стандартной рукояти. Вообще непонятно, что она делает, что не делает. Кто-то через файлы смотрит, кто-то спорит. Короче, хрен его пойми, что с этой рукоятью дефолтой. И всё тот же всратый по линзе прицел. Внешне неплох. Да и сенца в нём годненькая. Вот действительно ствола становится такой, знаете, тряцка, более такой всё плавное, соченькое, сексуальное, я бы даже сказал. Но затемнённая линза как-то не радует ни глаз, ни сердце. А разработчики почему-то и дальше продолжают игнорировать этот факт. Игроки изначально возмутились. Чё за прицел? Вроде более-менее ничего, но почему он тёмный? В Warface солнце такое, что его блики ещё никому никогда, по-моему, особо не мешали. Это не Call of Duty Warzone. Может, разработчики планируют сделать такие же световые эффекты и тоже вести королевскую битву на 150 человек? Кстати, это заготовка для неплохого никто-то, мне кажется. Но если серьёзно, золотая эмка от обычной, ребят, практически не отличается. ТТХ минимально различный. Патронов, ну, практически столько же. А прицел всё такой же всратый. Вот и всё. Тогда объясни мне, Рокутагин, вообще логику введения этой золотой эмки. Почему её не ввели сразу с основной? Ты знаешь, Капитан Очевидности, я тоже вначале не понял, какой смысл отдельно вводить золотую эмку. Ну, в самом деле, если так подумать, каждое оружие имеет какой-то небольшой временной промежуток хайпа, скажем так. То есть, когда пушку только вводят, это новиночка, все соревнуются, кто выбьет золото, кому повезёт, все хвастаются. Вот это всё пошло-то, и что там я такой, Мажор Вася? Многие приписывают пушке какие-то нереальные ТТХ и свойства, которыми она не обладает. А те, кто выбил первым, конечно же, склонны, понимаете, переоценивать своё достижение. Говорят, что пушка юбба, пушка нереальная, она круче всех остальных пушек в игре. Ну, понимаете, да, как бы каждый своё болото, свою корову хвалит и не хочет смотреть правде в глаза. Хотя М-ка хороша, базару ноль, лучшая пушка штурмовика, единственная пушка у него, которая может полноценно более-менее соперничать с инженером. Это не спорю. Но так или иначе, хайп на неё прошёл, и тут вопрос, а зачем таки? И я всё понял немного, поразмышляв. Главная цель новой М-ки золотой, ребята, внимание, это, конечно же, кейсы игромаркета. Практика показывает, если в кейсе оказывается какой-то, ну, достаточно свежий новый донат, причём в золотой версии, и не исключено, что, может быть, в обычной коробке её даже и не закинут. Ну, скорее всего, закинут, а может, не закинут, но так или иначе, моё мнение таково. Золотая М-ка сделана в первую очередь для продаж на игромаркете. Никакого дисбаланса она несёт, она красивая, прикольная, классная, со старыми болезнями, с новым внешним видом, но не более того. Так что никакой необходимости в ней нет. Ясно. Ну, Мурку хоть нормально улучшили. А вот это да, капитан, ты знаешь, вот Мурка. Мурка, это, извините меня, да... Хо-хо, да! Это совсем другая песня, скажу я вам. У МР-155 калашников, ультима, она же Мурка, улучшили. Урон! Уменьшили отдачу. И, сука, нехило так увеличили точность. И всё это не пустые циферки, ребята. Мурка так и реально стала ваншотить. А там, где не ваншотит, там добиваем вторым выстрелом. И это плюс-минус стабильно. Плюс то, что сразу бросается в глаза, что ты ощущаешь при игре с обновлённой Муркой, она наконец-то стала эффективна на каких-то уже более-менее средних, можно сказать, инженерных дистанциях. Дааа! Если до этого улучшение Мурка делала стабильный, глубокий... СО-СО! То теперь, извините меня, в некоторых ситуациях инженеры со штурмовиками вполне таки могут отлететь. Сразу скажу, нет, это не новая чаппа. А по ваншоту и урону, ребята, это не новый киллтек. Скорее, это Бинели М4 кастом. Насколько лучше, насколько хуже судить сложно, вот не возьмусь. Ну, очень классно. Может быть, даже чуть-чуть получше, чем Бинели М4. Пушка годная, пушка в какой-то условный топ-5 медика войдёт по-любому. То, что было и то, что стало, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И если раньше Мурка была полный отстой, то сегодня это сочное, прочное, глубокое и надёжное оружие. Не по теме, но ты знаешь, раньше у тебя нарезочки были как-то посочнее, рачишка. Спасибо, что заметил, капитан Очевидность. А теперь представь себе, раньше, раньше, ну и трава была зеленее, всё было замечательно. Раньше, чтобы записать обзор на какое-то оружие на ПТС, на любое оружие, на любое изменение, надо было просто в любое время, хоть через неделю после того, как запустили ПТС, зайти на этот ПТС, нажать кнопку быстрого поиска, там, самое простое, там, все карты или только там пригород. Тут же находится комната, забитая до отвала, полностью 16 человек и катай сколько хочешь. А сейчас найти хотя бы одну любую комнату, ну, хотя бы человек на 8, это, сука, уже искусство. И, кстати, выходить из этой комнаты крайне не рекомендуется, потому что не факт, что вторую ты в этот же день уже найдёшь. Это, капитан, очевидность и есть на твой вопрос по поводу сочности нарезок. Тут, дай бог, записать хотя бы какую-то, а не то, что уже отборную и сочную. Вообще, бесишь ты меня своими вопросами. Пойми ситуацию. В конце концов, за неимением горничной, извините меня, вставляем дворнику. Ну, извини, братан, но я просто не знал. Это потому, что ты лох. Или я лох. Это же я постоянно в Warface играю. Лох. В общем, ребята, улучшение Мурки похвальное, а зарачивание Эмки, ну, как бы никому ничего не даёт, всем пофиг, ждём объединения серверов и будем гнуть, как прежде.